Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Давно я не выкладывала рецепты каши, но сегодня будет даже не рецепт. Мне захотелось поделиться с вами новинками, которые я обнаружила в магазинах среди круп. На канале у меня уже есть подробный ролик о том, какие овсяные хлопья я покупаю для своих утренних каш. А теперь я часто стала готовить новую кашу из цельнозерновых хлопьев. В нее входят 4 злака – овсяные, ячменные, пшеничные и ржаные. Это не рекламный ролик, поэтому производителя я называть не буду, просто поделюсь опытом. Для каши я беру часть хлопьев и 3 части воды или бульона. С бульоном такая каша мне нравится больше. Подойдет, конечно, и молоко. Пропорции 1 к 3 меня вполне устраивает. Хлопья я заливаю холодной водой или бульоном, довожу до кипения и варю 20-25 минут. На слабом огне под крышкой. Если каша на воде, то в конце варки можно добавить масло, сливочное, топленое или растительное. Вкусно получается с оливковым. Перемешать и дать каше настояться минут 10. А можно масло добавлять прямо в тарелку. Кроме масла, кашу можно приправить и каким-либо соусом. Я в этом году, например, делала аджику на зиму. Она нам так понравилась, что теперь добавляется почти во все первые и вторые блюда. В том числе и в несладкие каши. Рецепт на эту аджику я оставлю в описании под роликом. Ее можно готовить не только на зиму, но и круглый год. Еще для каши хорошо подойдет тыквенное пюре или кубик замороженной зелени. Это уже по вкусу. И второй продукт, который я стала покупать, это льняная цельнозерновая каша. О пользе семян льна, я думаю, многие слышали. В первую очередь, это источник омега-3, необходимых нашему организму жирных кислот. Льняное семя также содержит большое количество пищевых волокон, которые также полезны для пищеварения. Это пара очевидных плюсов, о которых пишут даже на упаковках. А более подробно о свойствах семян льна можно почитать на сайтах диетологов или нутрициологов. Но, как у любого растения, есть и противопоказания. О них тоже стоит узнать. Как готовить такую кашу? На самом деле, я бы даже не стала называть ее кашей, хотя ее тоже можно приготовить. Но я прочитала, что рекомендуемая суточная доза льняных семян примерно 20 грамм. Для каши будет маловато. А вот как пищевая добавка к другим блюдам, тем же кашам отличный вариант. Например, к цельнозерновой каше, о которой я говорила вначале. Я ее варю чуть более жидкой и в уже готовую добавляю чайную ложку семян льна на одну порцию. Пока каша настаивается, семена выбирают в себя влагу, консистенция становится гуще, появляется дополнительный вкус. Я сначала купила просто перемолотые семена льна, а потом еще попробовала с другими добавками. Поэтому вкус, запах, размер помола немного отличаются. Кстати, семена льна можно перемолоть и самостоятельно дома, в кофемолке, либо в другом измельчителе. Хранить их стоит в холодильнике или даже в морозилке, чтобы не происходило окисление. Так же, как и магазинный продукт, который после вскрытия пакета надо держать плотно закрытым в холодном месте. Такие семена льна уже готовы к употреблению, они не требуют дополнительной термообработки, варки. Достаточно их просто добавить в воду, молоко, йогурт или кефир и дать настояться 3-5 минут. Я эти семена пробовала добавлять даже в суп, тоже получился интересный вариант. Поделитесь в комментариях, покупаете ли вы подобные продукты, что вам нравится, обращаете ли внимание на какие-то новинки и был ли вам полезен этот ролик. Следующее видео будет о творожно-кокосовых печенях. Следите за анонсом и до встречи на моем канале!